МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. Пенсионный вопрос. В правительстве Чуваши обсудили защиту прав работающих пожилых граждан. Счастье на Волге. Пополнена концепция развития московской набережной в Чебоксарах. От всех болезней, всех полезней. Сезон сбора иван-чая в разгаре. Еще в двух муниципалитетах республики ввели карантин по птичьему гриппу. Заболевание подтвердилось в Яльчикском и Цивильском районах. Здесь также будут установлены запретные границы и ограничена продажа птиц. Меры противодействия вирусу обсудили в Доме правительства. Есть опасения, что к списку пострадавших муниципалитетов добавятся и Бресенский, и Красночитайский. В хозяйствах этих районов зафиксирован падеж птицы. Биоматериалы отправлены в специализированную лабораторию. В то же время ветеринары продолжают выявлять источники гриппа. Определить источник очень сложно. Например, в том же Цивильском районе 10 предпринимателей продавали. И основная сложность – люди не знают, у кого покупали. Это первый момент. Приезжают в деревни, на газелях продают. Люди помнят газель, тоже не понимают, у кого они купили. Птица вся перемешана, разные поставщики. Поэтому определить, конечно, непросто. В целом, все задачи, понимаю. Для нас это, конечно, новое. Но, я думаю, решить эти вопросы можно второй момент. Это очистить территорию от этого вируса. Во всех районах понимание есть. На совещании рабочие проведены. Главы активно этим занимаются. Как уберечься человеку от птичьего гриппа, нашему телеканалу рассказали инфекционисты республики. Если мы будем соблюдать элементарные правила личной гигиены, то возражение можно избежать. Что нам для этого нужно делать? Нужно избегать тесного контакта с инфицированной, дикой и домашней птицей. Не допускать детей к открытым водоемам. Не управлять в пищу сырую воду. Не купаться в водоемах. Использовать только в пищу термически обработанное мясо птиц, яйца. Ну, такие как бы элементарные правила личной гигиены. И тщательно мыть руки. Воду мы используем либо бутилированную, либо кипяченую. Сегодня же в Доме правительства рассмотрели вопросы пенсионного законодательства. На повестке совещания соблюдения трудовых прав пожилых. У работников предпенсионных лет надежная защита. За соблюдением их прав в Республиканской инспекции труда следят скрупулезно. Только с начала этого года выявили 17 нарушений закона. За 6 месяцев текущего года в Государственной инспекции труда в Чувашской Республике приведено 7 проверок по факту нарушения трудового законодательства в отношении работников предпенсионного возраста. За нарушение требований трудового законодательства к административной ответственности привлечено 2 должностных лица с наложением штрафов на общую сумму 30 тысяч рублей. С силой недопущения нарушения трудовых прав работников предпенсионного возраста организовано проведение предварительных проверок в трех организациях. Это в управлении Пенсионного фонда Российской Федерации города Чебоксары, Чебоксарским техниками строительства и городского хозяйства Министерства образования Чувашской Республики и УАО Чувашский Бровер. На уровне правительства страны планируют ввести новые меры защиты пожилых от увольнения. На повестке дня членов Кабмина и законопроект о пенсионном возрасте. Для учета я могу сказать, я как глава республики подписал, поддержал проект закона, который внес правительство Российской Федерации, потому что мы всегда подходили к этим вопросам очень ответственно. Глава региона аргументирует, сейчас дефицит Пенсионного фонда страны превышает 1 триллион рублей. Мы получали дотации и получаем. В последствии мы можем столкнуться с тем, что дефицит денег будет для пенсионеров и дефицит денег, по сути дела, для бюджетных работников. И в конечном счете мы не можем все те социальные обязательства, которые предписали в бюджете, и в федеральном бюджете, и в оригинальных бюджетах не сможем просто выполнять. И какие-то статьи нам придется просто сократить. Арифметика проста. Сейчас на одного пенсионера приходится меньше двух работающих человек. Общий объем бюджета отделения 62 миллиарда. Чисто на выплату страховых пенсий, о чем сейчас говорится в законопроекте, 57 миллиардов рублей годовой бюджет. Страховые взносы от предприятий Чувашской республики составляют 20 миллиардов рублей. Значит, остальная сумма в виде трансферта поступает ежемесячно. Законопроект о пенсиях обсудят и депутаты Госсовета. Неочередная сессия назначена на 17 июля. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. В Чебоксарах началось благоустройство кадетского парка рядом со строящимся Чувашским кадетским корпусом. Что изменится в первую очередь, обсудили на еженедельной планерке в столичной администрации. Всего за месяц кадетский парк преобразится до неузнаваемости. По проекту здесь будут сделаны велосипедные асфальтовые дорожки, для прогулок оборудуют пежие зоны, покрытые брусчаткой. Что касается привычного зеленого образа парка, его сохранят. Здесь по-прежнему будет много деревьев и кустарников. Появится аллея, игровая площадка, детский городок и скульптуры. Главным украшением парка станет свето-звуковой фонтан. 13 июля 2018 года МБУ Управление ЖКХ и благоустройства заключило контракт на выполнение вышеуказанных работ САО «Доракс». В тот же день подрядные организации приступили к работе. В настоящее время подрядная организация «Зеленстрой» приступила к подготовительным работам на площадках, где будут установлены малые формы. В Горсвет ведутся работы по приобретению электрического оборудования, кабельной продукции, столбов, наружного освещения. Электрический шкаф на сегодняшний день установлен. Сотрудники муниципальных предприятий должны исполнять все поставленные задачи своевременно, качественно. Стоимость работ 75 миллионов рублей. Парк станет одним из 15 городских объектов, которые войдут в федеральную программу по созданию комфортной городской среды. Работы должны завершиться к 25 августа. На совещании сообщили о том, что с сегодняшнего дня в столице Чувашии заработала новая парковка рядом с Чебоксарским аэропортом на 250-300 мест, пока на бесплатной основе. Вероятнее всего, в ближайшем будущем эта территория перейдет под управление аэропорта, и после этого паркинг станет платным. Строительство новой стоянки обошлось почти в 15 миллионов рублей. Обсудили ситуацию с ООО «Коммунальные технологии». По решению суда начинается передача сетей в муниципалитет на обслуживание. Алексей Ладоков напомнил, в Чебоксарах создано муниципальное учреждение «Теплосеть», которому сейчас предстоит основательно подготовиться к отопительному сезону. Рифат Фадкулин, Игорь Зверев, Республика. Счастье на Волге не дает покоя. Архитекторы, историки и просто неравнодушные чебоксарцы в очередной раз собрались, чтобы обсудить благоустройство Московской набережной. В этот раз речь шла про ее историческую часть. Ну, мне как историку, конечно, не хватает исторической набережной, исторического объекта. Это мнение историка Юрия Гусарова, пожалуй, определяет суть проблемы. Несмотря на то, что большая часть старых чебоксар, увы, на дне залива кое-что как раз в районе набережной осталось. К примеру, бывший кинотеатр «Родина» и Свято-Троицкий мужской монастырь. Кроме того, при благоустройстве сквера Константина Иванова случайно обнаружили останки, предположительно, бабушки царя Михаила Федоровича Марии Шестовой. Так что это место тоже может претендовать на звание исторического. Только вот когда в марте этого года столичные чебоксарские архитекторы разрабатывали концепцию благоустройства набережной, в расчет эти объекты не брали. Теперь это решено исправить. Так что должна появиться новая концепция. Правда, судя по всему, это будет непросто. Оборонительный заборчик, который отгородился Троицкий монастырь от остальной части набережной, на которой идет довольно активная жизнь, говорит о том, что есть конфликт. В этой зоне есть конфликт, и его надо как-то решать. И мы видим именно ночное время, например, людей, которые ведут себя неаккуратно. Шумят, организуют какие-то дискотеки из машин. Попытки городских властей придать набережной историчности искусственным путем столичные специалисты не оценили. Так искусствовед и эксперт по музейным пространствам Анатолий Голубовский назвал ворота в подземный город камином Папы Карла, за которым ничего нет. Горожане проходят мимо этих ворот, как-то стараются на них не смотреть, потому что как-то неловко. И вот что-то там было такое подлинное, а тут нам какую-то предлагают подделку. Новую концепцию специалисты предлагают строить вокруг объектов подлинных, пусть даже это насосная станция в стиле модерн. Надо сказать, в листе ожидания стоят еще идеи, предложенные архитекторами еще в марте в процессе воркшопа «Марш по набережной». Во время разработки рабочей документации всплыл ряд неуточненных обстоятельств. К примеру, строительство очистных для ливневой канализации. Впрочем, главный архитектор города Вениамин Мамуткин пообещал, что все будет исправлено и реализация мартовской концепции начнется уже этим летом. Жители столичного микрорайона Соляное стали ближе к спорту. Здесь открылась универсальная спортивная площадка. Данила Павлов может набить мяч около 20 раз. У его друга Вани Блинова получается чуть хуже. Но теперь у ребят больше возможностей для тренировки. Новое футбольное поле для этого как раз подходит. Площадка недалеко находится, через окна видно, мама наблюдает за мной, следит, смотрит даже, как я играю. С друзьями интересно тут играть. Ворота только сегодня поставили. Мягко падать, резина нормальная. Играть хорошо, не на асфальте, как там. Трава как настоящая, а крошки резины напоминают землю. Почти натуральное футбольное поле. Поле хорошее, играю каждый день. Я люблю играть в футбол, потому что это здоровый образ жизни. Размеры площадки 20 на 40 метров. Она универсальна. Летом здесь можно играть в футбол, зимой в хоккей. На ее строительство из городского бюджета выделили 4 миллиона рублей. У нас на территории города таких площадок, вместе с вашей, становится три. Больше нет. Вот одно открыли в прошлом году, и две открываем в этом. Самое лучшее – микрорайон Соляное. Все для вас. Соляное потихоньку превращается в микрорайон, удобный для жизни. Здесь начали строить детский сад на 220 мест. Сейчас строители закладывают фундамент будущего здания. Работы идут по графику. Распахнуть дверь, и садик должен к сентябрю будущего года. А осенью этого года отремонтируют заезд между 14 и 16 домами. Вместо бетонных плит уложат асфальт. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика. Точность и расчет до миллиметров – это овалки деревьев. Конкурс на лучшего вальщика леса накануне прошел в «АллатРе». Лес пилили, щепки летели. Подробности в следующем материале. Попасть в ворота – так по футбольному определяется цель для сниленого дерева. Траектория падения должна быть заранее выверена. После этого ввешь центральный кол, будет ноль. И отклонение, каждый сантиметр отклонения – минус одну очку. Максимальное количество – 660, и от него уже, можно сказать, считают. И получается, как свалишь, так посчитают. Многое зависит от расчета. Важен каждый миллиметр. Когда запиливаешь накол, убираешь клинт, делаешь задний запил. Все надрезы на пеньке тщательно замеряют и заносят в протокол. Конкуренция серьезная. 23 профессиональных лесоруба из Чувашии, Мариэл, Карелии, Московской и Нижегородской областей. За упражнением вал колеса следуют не менее сложные испытания. Уже в Алатаре на площади перед администрацией прессорубы приступают к сборке пилы на время, комбинированной раскрыжевки, точному распиливанию и обрезке сучьев. У нас большая часть спелых и перестроечных эксплуатационных лесов находится в труднодоступной местности, где использовать лесозаготовительные машины невозможно. Эти леса естественные, часто имеют в своем составе очень крупные деревья, недостаточные для валки машинами. Именно поэтому профессия вальщика востребована. России вальщики нужны. Республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучший вальщик лесов» Чувашии провели в 11-й раз. В этом году его приурочили к чемпионату России среди вальщиков лесов лесоруб-2018, который пройдет в сентябре в столице Урала. Ирина Волкова, Юрий Спиридонов, Валерий Ирюзюков, Республика. Какие исконно русские напитки мы знаем? Квас, битень, кисель и чай. Наши предки любили чаевничать задолго до того, как китайцы поделились со всем миром секретами чайной церемонии. И самой популярной заваркой было растение, которое мы и по сей день видим на своих участках, на лугах и полях. Нужно только знать, как его правильно заготавливать. Сейчас расскажем. Огневая трава и пожарник, потому что одним из первых вырастает на бывших пожарищах. Скрипун или плакун, потому что при выдергивании издает скрипучий звук. Ива трава, потому что листья похожи на ивовые. А еще богородица на трава, боровое зелье, копорский чай, так называли кипрей узколистный. Сегодня иван-чай вновь популярен, как сотни лет назад. Иван-чай замечательный чай вообще. Он от многих болезней, он противораковый, он стимулирует мозг, лучше мозг работает от него. Раньше за границу вагонами вывозили все это. Владимир Синяев в травах разбирается не хуже деревенского знахаря. Много лет они всей семьей заготавливают природные дары. Родители, Владимир с женой и даже дети, все принимают участие. И, что интересно, всем нравится. Это удовольствие, это отдых, это не работа. От этого только наоборот отдыхаешь, только энергии добавляется. Сегодня в центре внимания иван-чай или копорский чай. Чтобы зимой пить ароматный и полезный отвар, нужно приложить немало усилий, а времени остается немного. Уже цветочки пух дают, и мы их уже не собираем. Ну и основные, конечно, целебные свойства – это у нас в листочках. Собранные листики кипрея не сушат, как мы поступаем с другими травами. Его для начала оставляют вянуть часов на 20, а затем начинается процесс ферментации. Вот когда он чуть-чуть подсох, подвялился немножко, мы потом пропускаем его через мясорубку. В общем, некоторые не рекомендуют через мясорубку пропускать, они его ферментируют, ну, ломают вручную. Но мы вот делаем через мясорубочку, и в конечном итоге вот получается вот такая вот масса зеленая, которую мы ложим под пресс на 8-12 часов, под легкий пресс. И когда там начинается брожение, чуть-чуть начинает киснуть, ее уже потом раскладываешь на сушилах на чердаке, эту массу. Высушенный копорский чай расфасовывают в бумажные пакеты с этикеткой и напоминанием, от каких болезней всех полезней кипрей. Свой чай Синяевы не продают, а дарят друзьям, родственникам, знакомым и не устают напоминать. Беречь здоровье нужно с молоду. Постепенно отказ произошел. Сначала от алкоголя отказались, совсем, вообще даже по праздникам не употребляю и не отравляюсь, в общем. Потом от кофе, потом от чаев, вот сейчас на травах, в общем. И здоровье, ну, вот 37 лет, и здоровье полный организм. Дети сейчас пьют тоже, иван-чай им тоже нравится, в общем. Разумеется, пить кипреи вместо чая или не пить, каждый решает для себя сам. Мы же только хотели напомнить, заглядывать в кладовую природу надо бы почаще, чтобы сохранить и традиции, и здоровье. Елена Гальперина, Анастасия Алангина, Игорь Зверев, Республика. Поднять паруса. Наш земляк, яхтсмен Алексей Шлямин стал бронзовым призером чемпионата России по одному из самых красивых и зрелищных видов спорта – парусной регате. Состязания проходили в Финском заливе. Сразу после возвращения с Балтики он встретился с нашим корреспондентом Рифатом Фаткулиным. Белоснежные паруса на водной глади в лучах июльского солнца. Яхтсмен Алексей Шлямин в спорте уже 35 лет. По воде он ходит, как по земле. В чемпионате России состязались 25 экипажей со всей страны с утра и до глубокой ночи. Кандидат в мастера спорта Алексей признается, сбылась его давняя мечта – попасть в тройку лучших яхтсменов. Секрет успеха – это все-таки команда. Потому что один не выигрывает шерегату. И это экипаж. Экипаж состоит из четырех-пяти человек. И все-таки работают все в команде, и от каждого зависит. И когда работают профи, все без слов знают, за какой там шкод потянуть, куда сесть. Или наоборот, куда не садиться нам, чтобы не помешать лодке. Порывистый ветер бьет в паруса. Белый треугольник мчится по Волге. Опытный яхтсмен делится. В гонке главный старт. И чтобы все прошло успешно, необходимо задействовать сразу две силы – физическую и умственную. Скорость, говорит спортсмен, достигает 15 км в час. Чем сильнее ветер, тем больше приходится работать мускулами, чтобы удержать судно. Если же на воде штиль, то рассчитать верный курс и разложить галсы – задача для тренированных умов. Ну, погоду не предугадаешь. И надо просто быть готовым и считать. Есть правило такое у меряков и ухтсменов – считать ближе себя к опасности. То есть, вроде бы светит солнце, но издалека какая-то видна тучка. То есть, ты должен уже думать, какой парус ты поставишь, когда задует ветер. Что-то заранее сделать. Может быть, поменять паруса, уменьшить площадь парусов. Или выбрать другой галс в сторону, уйти от этой тучи. За плечами морского волка – Ладожское, Онежское озера, Балтика и Терное море. Больше всего, наверное, поразило… По красоте это Ладога, а по своей какой-то непредсказуемости и по огромной акватории – это Балтийское море, конечно. Естественно, страшно, всем страшно, когда какая-нибудь там Балтика, берегов не видно, волны огромные, ветер такой, что смотреть нельзя против ветра. Естественно, все, как все нормальные люди, адреналин зашкаливает. Умный, как шахматист, сильный, как тяжелый атлет, ловкий, как гимнаст и смелый, как альпинист. Ему не страшен ни шторм, ни девятый вал. Алексей Шлямин готовится к покорению очередной спортивной вершины. Ближайшие старты совсем скоро состоятся в Санкт-Петербурге. Рифат Фадкулин, Александр Петров, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. До встречи в эфире национального телевидения Чуваши завтра в это же время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин